Всем привет! Меня зовут Руслан. Я по-прежнему посещаю поселки, в которых живут самые простые люди. Приехал в поселок Светловского городского округа, называется Люблино. И самое главное, чтобы выпуски стали немножко интереснее, может быть, информативнее, надо все-таки искать здесь в поселке каких-то людей, которые могут рассказать, показать наглядно какие-то интересные места в поселке. В общем, провести какую-то небольшую экскурсию. И вот в поселок Люблино меня пригласил подписчик. Его зовут Леха. Он совсем скоро должен подъехать. Сразу же здесь вылетает мой инстаграм. Там я буду спрашивать перед съемками, в какой поселок поехать. Вы можете приглашать, показывать, рассказывать о своем поселке. Пора уже начинать. Несите. Погнали! Приехал снимать про Люблино. Я видел, видел. Начало какого-то сериала. Пишите в комментариях, кого убьют первым. Дрались между поселками. Там даже мама моя дралась. Влюблена. Видите, какие злые водители. Почему ты не уехал отсюда? Мое родное место мне считается. Кто-то падал? Да, падали. На каком-то Дне Люблино. Короче, там расчленили за этой стройкой 5 человек. После этого случая у нас на Дне Люблино постоянно стоят мусора. Полиция. Мелкая шпана. Дряжница, да. У вас ютуб-канал? Не воруйся ничего там. Нет. Тут много алкашей. Падаем постоянно рожей в бетон. Стоп! Вот это вот все. Это немецкий аэродром был. Вот тот ангар. А это раньше у немцев была взлетная полоса. Место, где должны были испытывать вертолетные двигатели. Вот на этой штуке мы гоняли. Здесь это территория, поселка. Здесь нигде не написано, что нельзя снимать. Снимать завод отсюда вам трогать запрещено. Вот Люблино. Обожаю. Интриги, расследования. Снимать завод. Вот он, Леха. Прикатил к нам, Леха. Здорово, Руслан. Всем привет, подписчики. Честно, ребят, я, короче, с Лехой не знаком, потому что люди по-любому найдутся, которые будут писать. Да подстава! Ты написал ему текст, который нужно сказать, чтобы ты обосрал поселок. Знаешь, как мне реально многие не пишут. Тут обсирать-то нечего. Вот, кстати, пусть будет позитивный выпуск. Сразу же, смотри, это самокат, электросамокат. Да. Ты сам успешный человек получается. Давай, прокатывайся. Прокатиться сразу? Да. Все, это был проект Несите, пока. Так я лишился своего самоката. Я приехал снимать про поселок. У тебя много, да, времени? Да, много. Ты вообще ничем не занимаешься? Да, занимаюсь. Учусь, учу иностранные языки, перевожу видео на ютубе. Ты берешь какой-то иностранный, какой-то контент, переводишь его и выкладываешь у себя. Да, вот недавно занялся. То есть, если ты переведешь потом выпуск про Люблина... На английский. На английский, да. Туристы увидят, короче, приедут сюда, скажут, ну что если у них там есть эти скутеры. Какие-то самые интересные места... Самое интересное место это остановка, потому что отсюда можно уехать всегда. Вообще, на самом деле, вот я заметил, что остановка это самое крутое место, потому что в постановке можно много чего рассказать. Во-первых, тут самый вот колоритный арт поселка всегда вот здесь. Автовыкуп и, собственно, тем не мнение жителей, да. Кстати, символ Люблина, я не знаю почему. Серьезно, вот это символ? Да, но у нас остановка был нарисован очень давно. Ты говорил в самом начале, что два поселка, да, как бы разделения. Смотри, вот это вот, что ты видишь, это поселок называется Новая Люблина. Здесь у нас только пятиэтажки. Это Новая Люблина. Да, Новая Люблина. Здесь все новое, как бы здесь живет больше всего народу. Самый большой поселок Светловской области. Ого. По населению. Области? Да. Ну, Светловской области. Новая Люблина. Да. Кстати, вот, да, пожалуйста, реально новые какие-то дома стоят. Вот, и есть, соответственно, Старая Люблина или просто Люблина, как она называется? Да, Старая Люблина. Там у нас только небольшие коттеджи. Там живут старые богатые люди. По такой логике. Разные люди живут разные. Чем он славится, может быть, знаешь, есть какие-то там достопримечательности, что-то здесь интересное? Здесь много чего интересного есть. Вот садик. Садик, кстати, да. Пожалуйста, можно ли, поснять чуть-чуть? Здесь каждый год проводится день поселка, куда приезжает со всей Светловской области, может быть, даже с Калининградской области, со Светловского района, точнее. Вот. Здесь играет футбол на уходной площадке. Турнир местный. Вот здесь конкретно как-то проводит время молодежь? Какие-то места есть? Подростки, как обычно, как бы ходят с колонками там. Это тоже самая любимая тема здесь. Сидят на остановках. Бухают. Иногда. Вот слева гаража вели. Здесь тоже можно прогуляться. Собирается там народ как-то шумно или там в тачке кто-то копается? Местные механики, да, очень часто. Никого не резали там? Нет. Знаешь, тоже такие какие-то ситуации. Резали, резали. Бывало. Но только собак, по-моему. Это что такое было? Просто слышал, что когда-то здесь кто-то кого-то зарубил. А что вы снимаете? Мы снимаем про поселок Люблино. А вы что делаете? Просто это свои секреты пишем. Секреты свои пишете? А есть какие-то секреты про поселок Люблино? Которые вы знаете? Да, есть. Мы знаем, что пропала одна собачка щенок. Пропала собачка? Да. Не вот эта вот, которая позади вас? Нет. Черная. Черенькая Бобик. И что, так и не нашли ее? Нет. Все, ну пишите секреты, но только не подглядывайте. Это же секреты. Ответку будете? Да. Спасибо. Здесь у нас речка местная, кстати, сейчас подойдем. Ее недавно почистили, она теперь очень красивая. На ней раньше жили бобры, может, года два назад. Смотри, какая она чистая. Чистая? Давай. Не знаю, передаст ли этот голубой цвет. Моя экшн-камера. Загорают здесь люди? Смотрите, какой пляж. Нет, не загорает. Вот эта вот дорога, которая соединяет два поселка. Какой там поселок? Там старая Люблина. По этой дороге часто возлюбленные из одного поселка встречаются с возлюбленными из другого поселка. Короче, ребята, я выложил в сториз в инстаграме, что я снимаю в Люблина. Соня зовут, вот, ее. Она, короче, отреагировала и приехала из Калининграда сюда. Представляете, это очень круто. Ты сама здесь давно живешь? Да, с самого рождения. Ты прям здесь родилась? Да. То есть это прям твое родное? Прямо мое. Дом. Вспомним детство, может быть. Что вообще здесь было в Люблина? Интересно. Сильно ли поменялось вообще место за это время? Да, очень сильно. Например, вот этой площадки у нас никогда не было. То есть какие-то были обдристанные качели, ну, то есть такие савдепия чисто. То есть дома там чуть ли уже не рушились. А сейчас потихонечку поселок разрастается. Ты застала в Люблина именно в свою... Клуб был. Был клуб. Подростковая именно свой период. Подростковая, нет. У нас клуб уже сгорел. Но там по-любому была какая-то речка. Конечно. Приезжали Светловские, Калининградские приезжали. Как бы дрались между поселками. Там за девчонок дрались. Там даже мама моя дралась. Серьезно? За тебя? За тебя дрались? Нет. Только, пожалуйста, не проси потом, когда мы выключу камеру. Ну, дали только там, почисти что-нибудь там. Про маму убери, пожалуйста. Вон тоже Д. Вон тоже Д. Вот там, короче, у меня весь подростковый период прошел. Ну, типа, дома не было. В принципе, тут по факту делать нечего. Сейчас, то есть, если я сюда приезжаю, у меня нет такого бау. Нет. Просто думаю, вот я приехала к родным, хорошо, ну, сейчас посидим там с мамой, пив попьем. Я показал, что это дверь была? Это была дверь. Нифига себе. Я впервые такое вижу, смотрите, внимательно. Это дверь. Это какой-то там вход этот, в Нарнию? Да, давайте зайдем в Нарнию. На стенах в Люблино пишут исключительно цензурные ругательства. Что мы еще узнали о поселке Люблино, что здесь ремонтируют вертолеты, оказывается? Городообразующее предприятие. А, ну да. Ну, это, кстати, уже хорошо, то, что в поселке есть, в принципе, какой-то завод, какое-то место, где, надеюсь, люди могут работать. А, это, что это, это еще один завод? А, это ремонтный завод, это тот же самый завод. Тот же самый завод. Здесь у нас единственный банкомат в поселке. И банкомат есть. Кстати, здесь еще и железная дорога еще есть. Да, железная дорога. Это тоже популярное место среди подростков. Надеюсь, в хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Для пикника, для фотографий. А что вы тут ходите, снимаете? А нельзя, что ли? Конечно нет. Почему? А потому... С удовольствием почитаю бумаги, где написано, что нельзя снимать. То есть, мы не заходили внутрь завода, и нам нельзя снимать. Это очень интересно. Не имеете права ничего снимать. Пройдем с вами в караульное помещение. Я знаю, что если я не зашел, территория начинается с момента, когда мы заходим вот за этот забор. Здесь это территория, поселка. Здесь нигде не написано, что нельзя снимать. Покажите мне, хотя... И стоять, снимать завод отсюда, вам трогать запрещено. Почему? Где? В 50 метрах от завода. Покажите хотя бы одну указатель, что я не имею права здесь снимать, если я не зашел внутрь. Пойдемте. Пойдемте. Вот, Люблина. Обожаю. Вот они, истории, интриги, расследования. Когда я уже зашел на территорию, конечно, уже надо было выключить камеру, там я не имею права снимать. Подозвали директора завода, скорее всего. Может быть, это был не директор. Мужчина выслушал меня, я ему объяснил, что я снимаю про поселок, что я имел право стоять здесь и снимать фасад. Тем более, у них обычный забор, которому любому человеку все там видно. Ну, в общем, мужик оказался мега адекватным, говорит, ну все, ладно, идите. А можно немножечко вас отвлечь, если вы не против? Меня зовут Руслан, я снимаю про поселок, приехал снимать про Люблино. Я видел, видел. А, тем более. Вы здесь живете, в Люблино? Что можно сказать вообще про поселок? Не знаю, как бы поселок и есть поселок. Чем занимаетесь, если не секрет? Ну, не секрет, мы работаем, мы сторожем. Ну, вам здесь вообще нравится, в Люблино? Как родина, или вы бы уехали при желании? Нет, уезжать я не стал бы, я уже здесь привык. В старом Люблине, как бы говоря, газ я пробил за свой счет. Поменяли столбы световые, телефоны поставили, памятник отремонтировали. Народ дружный вообще, мирный здесь. Какие-то бывают истории, что там что-то украли, что-то там ломали, побили? Нет, здесь, может, это и бывало, я не знаю, но бывало. С вами таких историй не было? Мелкая шпана. Так нарезается, а так вроде бы... А что они как-то, дразница типа или что-нибудь? Дразница, да, вот такое. Подзатыльник не надо? Ну, вот, нельзя. Нельзя, согласен. Все, спасибо, что удивили, спасибо, надеюсь, не отвлекли вас. Влюблено, видите, какие злые водители. В лучших традициях хорроров здесь можно, мне кажется, вообще фильм ужасов снимать. Получается, раньше это что было? Ну, его построили и забросили просто. А, то есть здесь никто не жил? Да. Это типа дом советов, версия Люблина. Отсюда люди падали, вот. Кто-то падал? Да, падали. С пятого этажа. Собственно, по поводу дверей, видите, мне кажется, это вообще в принципе в домах нет. Обычной дверей, видите. У вас ютуб канал? Да. Что делаете? Мы другим. Не воруете ничего там? Нет. Что-то вообще дикое, какая-то... Ну, мы знаем, вот Леха рассказывал, что с этой многоэтажки кто-то падал. Да. На каком-то дне Люблина, но еще все маленькие были. На каком-то дне Люблина, короче, там расчленили за этой стройкой пять человек. Ох. Вот. Это все в итоге неправда, да? Нет, это правда. После этого случая у нас на дне Люблина постоянно стоят мусора. Полиция. Короче, на самом деле у нас криминальный поселок раньше был. Есть же наверняка люди, которых, ты знаешь, которые не уехали. Конечно. Чем они вообще занимаются? Чем в поселке Люблина можно заниматься? У всех по одному ребенку уже все замужем. На самом деле тоже я подметил этот факт, что когда я снимаю в поселках, в основном все молодые, более-менее молодые девчонки, они все с колясками ходят. А что ты тут еще делаешь? Мама такая папе, ты знаешь, чем твоя дочь хочет заняться? Он такой чем? Тверком, говорит. Мама такая показать ему, что это? Что? Проститутка, что ли? И короче, это копа, да какая проститутка. Да вот такая еще видео показали. А? Ничего. Так, Лех, ты куда нас привел? Это станция. Это местный клуб. Это местный клуб? Да. Кстати, смешно, да, я понял почему, потому что, видимо, народ здесь тусуется. Но здесь люди видят призраков, потому что здесь находится кладбище. И... Говорят, ты сейчас не шутишь это, серьезно. Ну, пасинки, типа, накидались и видят. Да, такая тема тоже. Мне кажется, тогда это не зависит от того, что рядом кладбище, а тут, в принципе, от того, что алкоголь. По секрету, продают здесь в магазинах после 10. Алкашку. Я не пробовал, но, возможно, да. Значит, да. Ты держался, Лех, как мог. Вы не видели человека, который находился в кабине? Он нам показал козу. Козу показал. Возможно, это был призрак, хотя мы с Лехой не пили. Иди сюда! Слав, иди сюда. Бля, ты что, грязный такой? Я чистый! Славка, как делать? Слава? Я тебя не знаю. Слав, иди сюда. Скажи, что ты знаешь про любимых? Тут много алкашей. А что-нибудь хорошее? Там потечка, только что очистили, а там уже помой. А, ты там уже побывал, да? Да. Актуальные новости от Славы. Рубрика. Так. Что? Что друзьями делаете? Падаем постоянно рожей в бетон. Блин, только начали позитивно говорить сразу. И постоянно орём на поезд. На поезд орёте? А как говорите на поезд? Вот тут, вот прямо вот тут стоим уже. И что орёте? Я объясню, что сейчас происходит А то сейчас там резко так сменился кадр Мы уже сидим в тачке, куда-то едем Инстаграм творит реально чудеса Мне написал еще один прекрасный человек, зовут его Александр Ты живешь тоже в Люблино? Да Более того, ты еще и работаешь в Люблино А что можно вообще делать в поселке? Автомобили разбираем У тебя разборка? Авторазборка? Внедорожников На примере Люблино, реально здесь какое-то свое дело открыть? Какой-то бизнес? Ну если есть желание, то конечно, чего нет Ты говоришь, что здесь давно вообще живешь Да Почему ты не уехал отсюда? Типа, что тебя здесь держит? Мое родное место мне считается За столько времени, что ты здесь живешь, разумеется, поселок менялся Поменялся он в лучшую сторону? Или есть все равно моменты, что ты думаешь, раньше было, все равно круче? Ну меняется что-то лучше, что-то в худшую Дома делают, дороги он начинает ремонтировать Вроде выборов нету, а дороги делают Реально делают там, где нужно делать? Или знаешь, бывает, что снимают ровный асфальт И кладут за чем-то еще раз? Просто, ну это же очень странно А сейчас такая тема? То есть были нормальные там дороги А вот здесь мы как раз-таки не помешали бы вот эти вот Может быть, есть надежда, что сюда А она не нужна Расскажи, Сань, куда мы едем? Мы едем здесь, заброшенная испыталка этого нашего ремонтного 150-го завода Когда-то здесь по коммунизме строили И хотели испытывать вертолетные моторы Но не срослось, и все это разворовали А как вообще-то случилось, что влюблено как-то с вертолетный завод появился вообще? Он вообще военный давно, военный раньше был Изначально поселок строился, типа застраивался под военный Здесь вообще немецкий аэродром был Вот это вот все, это немецкий аэродром был, вот этот ангар Тоже, в принципе, немецкий А это раньше у немцев была взлетная полоса Вот эти вот поля Когда там ты был маленьким, ты это вообще ничего не застал Тут уже были поля Лично кирпичи разбирал Но уже можно об этом говорить? Кто бутылки знал, кто кирпичи разбирал? Чем вот отличает именно жизнь в поселке? Жизнь влюбленная Ну, как в каждом своей стихии Я иду в гараж, ремонтировать машину Какие-то плюсы типа есть Нету и все, где посидеть И дискотеки Говорят, что у нас скоро клуб построят Ну, уже говорят, пять лет Нет, у нас в садика расчистый Клуб возле садика, это будет еще очень хорошая идея Когда последний раз здесь был? Был местных, спрашиваю Года два назад Года два назад, Лех, ты когда был последний раз? Год назад Ты когда был, Санди, последний раз? Позавчера Ты до сих пор кирпичи разбираешь? Нет, я УАЗик испытывал Мне кажется, начало какого-то сериала А как придумать? Да-да-да Кого убьют первым? Чернобыль Пишите в комментариях, кого убьют первым Это вот то самое место, где должны были испытывать вертолетные двигатели И в итоге испытали сколько? Ноль Да, вот примерно столько Да-да Тут сказка есть Так, ну все, короче, надо уже стопудово залезать в нормальную тачку Санди, держи Опа Она прям специально сделана для, вот как раз таки, для участия в соревнованиях, да? Да Что ты побеждал? В этом году было 4 этапа, кручье флора Ага Да, они для вас первое место, а второе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, а такая чистая была Вот на этой штуке мы гоняли, давай Мы вернулись после небольшого путешествия нашего Сериал с хэппендом, никого не убили, все выжили Ну и, конечно, хочу сделать респект всем людям, которые сегодня помогли Саня, огромный тебе респект за то, что ты сегодня помог Подорвал, ссылка здесь появляется Самая лучшая авторазборка во вселенной Не только влюбленных Внедорожников Внедорожников У нее и говорил, она подорвалась из другого города Ну, вы, короче, помните Вот, если вдруг надо научиться тверкать Это к ней Пацаны, бегом туда, там горячие фотки и видео Все, не пожалеете Все, мама не смотрит, да? Смотрит, наверное Мама, привет! И, Лех, тебе вообще огромное спасибо Благодаря Лехе Я сегодня, в принципе, сюда приехал Если вдруг надо перевести вам видео срочно на ютубе с английского на русский Это все, Лех, ты это все делаешь Ссылка тоже здесь прям появляется Все, респект огромное всем Ну что ж, друзья, это был выпуск из поселка Люблино-Светловский городской округ Призываю вас, если вам интересно мое творчество Интересно смотреть выпуски из поселков Активно писать в комментариях под выпуском Приглашайте свои поселки Все, это был проект Несити Пока!